Добрый день! С вами Довин Наташа, художник компании Таир. Мне захотелось нарисовать зимнюю снежную картину, на которой яркими пятнами выделялись бы красная грудка снегиря и ягоды шиповника, и черные перекрестия веток. Мне захотелось, чтобы снег по-настоящему искрился и переливался на цветок. Поэтому я задумала выполнить его исключительно краском металликным. Это добавит к картине декоративности и усилит контраст с цветными оттенками. Для фона использую краски линейки ТКОЛОР. Беру самые близкие к белому оттенку. Белый перламутровый, белое серебро, серебро и серебристый шелк. Для притянения в нижней части использую серебро антик и серебристо-черный. Чтобы добавить в мою снежную картину немного тепла, кое-где сверху ввожу мазки оттенка шампань. Мазки при этом наношу не слишком объемные, а скорее полусухие. Просто потому, что по рельефу в дальнейшем было бы не очень удобно прорисовывать ветки. Быстрыми движениями создаю подмалевок. Оттенков понадобится не так уж и много. Для веток беру сажу газовую, серый теплый, охру и натуральную омбру. Но для того, чтобы разметить ветки, будет достаточно одного только черного цвета. Кроме омбры те же оттенки пригодятся для снегиря. Но для него, а также для ягод и листьев, еще добавятся красные. Красный средний, краплак, фиолетово-красный. Чтобы добавить оранжевых оттенков в грудку птицы, можно взять еще желтый цвет. А в голову черные перья добавить капельку ультрамарина или бирюзового. Чтобы придать пространство глубины, нужно понять, какие ветки будут на переднем плане, а какие на заднем. Те ветки, что будут вдали, можно не прорисовывать и даже немножко приглушить светлым серебром, повести в расфокус. Ветки, которым я уделяю внимание, это та, на которой сидит снегирь и та, на которой висит ягода, в которой тянется наш пернатый герой. Листья тоже не стоит прорабатывать в мельчайших деталях, ведь эта история не про них. А вот снегирь, как смысловой и визуальный центр картины, достоин тщательной прорисовки. Тонкой кистью я аккуратно причесываю им перышки, уделяя внимание бликам глазу. Рисуя ягодки, важно помнить, что они не такие яркие, как мы помним с лета или осени. Под снегом шипунек начинает скукоживаться и темнеть. В финале добавляю на ветки немного белого снега. И чтобы еще сильнее заснижить дальний план, несколькими мазками прохожусь по нему раскрытой сухой щетиной кистью со светлым серебром. Из-за металликов на фоне картина просто восхитительно переливается на светок. Я буду очень рада, если вам пригодится мой мастер-класс и тоже вдохновит на волшебное творчество в зимней тематике. Творите с удовольствием и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok